Я не знаю, я думаю, что какое-то забвение на человечество положено, потому что мы постоянно, мы все знаем эту информацию, но мы постоянно ее забываем. Всем привет! Меня зовут Саша Белэйр, и это отрезвляющее, возвращающее из матрицы видео, которое поможет вам создать свою реальность. Первое, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube, потому что я расту до миллиона подписчиков, это моя большая цель, вам очень легко, а мне очень приятно. И сегодня я расскажу о том, как управлять своей реальностью. И мы постоянно все скатываемся, я постоянно скатываюсь. Нам постоянно нужны вот такие вот люди, знаете, которые верят в то, как оно работает, и они своим состоянием нас как бы поддерживают, поднимают, и мы тоже начинаем расти. Мы вспоминаем, что, блин, да я же творец своей реальностью, я же создаю свою реальность, я программирую свою реальность. Сегодня я буду для вас таким человеком. И вот где бы вы сейчас, в каком бы вы состоянии сейчас ни находились, просто вы поймите, что вы можете в эту секунду оказаться где угодно. Вот вы можете просто сейчас получить совершенно вот все, что угодно, вот просто все, что угодно. И оно управляется одной вещью, оно управляется вашим фокусом внимания. И плюс это управляется очень долго. Это как растение, это как семена. Какие семена вы поливаете в своей голове, какие мысли вы поливаете в своей голове, какая остановится ваша реальность. Зеланд называл это целевым слайдом. Кино, знаете, ставите слайд, и он показывается. То есть вот какой слайд поставили, такое кино и показывается. И вы можете поставить слайд с переживаниями, какими-то страхами, и, естественно, это покажется обязательно в вашей жизни. И вот первое, что я сейчас хочу, чтобы каждый вернулся к тому, что вот эта вот реальность, которую мы называем сейчас реальностью, одна из этих веток вероятности, которую мы смотрим сейчас, фильм, который сейчас перед нами открывается, это слайд, который мы туда поставили. Это значит, что если вот сейчас оно вот то, как есть, там у кого-то нет денег, у кого-то нет отношений, у кого-то нет там еще чего-то, то это получается, вы эту мысль о себе очень долго питали. То есть если вы сейчас там жирная в своем стремном теле, вы очень долго питали себе мысль о том, что вы жирная, о том, что у вас нет денег, вы просто ее питали, 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 неосознанно, то есть вы можете даже как бы казаться, как будто бы вы хотите, чтобы у вас было очень много денег, а вот там вот глубоко, если прям по-честному, то вы каждый день получаете удовольствие от того, что вы питаете мысль о том, что там я жирная, или там я питаю удовольствие от того, что там у меня нет отношений, И я всё, и мне нравится на самом деле это. То есть мне нравится питать эту мысль. Почему там уже вторичная выгода, это как бы уже дальше вы можете разбираться, но она не имеет никакого смысла. Потому что очень, вот я не знаю, я не знаю, почему мы такими созданы. Очень тяжело держать вот этот фокус. Это называется осознанность, это называется там духовное пробуждение, как хотите это называйте. Но если я просыпаюсь с утра, и я прям вижу эту мысль, или там, не знаю, я жирная, и если я даю ей хотя бы чуть-чуть еды, она становится огромным монстром, и всё, я ей проиграла. Всё, пока, пока, всё, мы день посвящаем тому, что я жирная. Если я вот даю, и вот вы посмотрите, вот вы сейчас вернитесь, как сложно держать этот фокус, как легко, как легко скатиться в то, что, ой, всё хреново, всё плохо, всё ужасно, я лежу, я в депрессии, зато я лежу, кстати. Я могу ничего не делать, потому что я в депрессии. Это выгодно, это легко. Но мы управляем вот этими ветками вероятности. Это как в фильме «Квантовый воин», что показано. Показано. Ой, «Квантовый воин», вот «Тёмная материя» новая, тоже про квантовое, да, вот это всё. Как показано. Есть, вот мы в коридоре. Вот он, есть коридор. И мы, на самом деле, своими мыслями в этом коридоре всегда, когда захотим. Каждую секунду существует коридор. И в этом коридоре есть бесконечное количество дверей. Бесконечно. И каждую секунду мы можем заходить в любую дверь. Мы можем зайти, выйти, зайти, выйти, зайти, выйти. Получается, в этой двери совершенно любая реальность. Там одновременно, они все одновременно существуют. Это не прошлое, не будущее. Там не надо никуда идти, вот оно настоящее, сейчас, одновременно. Одновременно сейчас есть Саша-певица, одновременно сейчас есть Саша, которая юристом работает за 15 тысяч рублей в Рыбинске, одновременно сейчас есть Саша, многодетная мать с мужем-алкоголиком, одновременно есть Саша, которая YouTube-видео записывает, сейчас я такую реальность выбираю. Оно коррелируется контентом, который загружается от нас с самого детства. Это и есть самопрограммирование, потому что нас программируют на бедность, всякими мультиками, где показывают, вот, все богатые злые, все богатые алчные, у богатых нет любви, да, вот мы там Рапунцель вспоминаем или Шрек, где принц, он дебил последний, потому что он богатый, и поэтому в нас загружает здесь вот этот контент, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, что вы показываете своим детям, какие вообще мультики и какие установки эти мультики несут в вашу жизнь и в жизнь ваших детей. И первое вообще, как создавать свою реальность, вот многие говорят, ой, надо подключить состояние там, ребят, ну, это легко говорить, когда ты в классном состоянии, но вот я отлично понимаю, когда ты просто на дне, когда все говно, когда какой-нибудь чувак тебе говорит, ничего не существует, это все в твоей голове, ты все сам это создал, материя не материя, ля-ля-ля, хочется нахуй его послать, потому что тебе плохо, в этот момент тебе плохо. Чтобы просто физически тебе перестало быть плохо, первое, что надо сделать, это выбрать контент, который ты потребляешь. Это можно осознанно сделать, знаете, это не надо там магичить, ходить куда-то, шаманские практики, еще что-то. Выбрать контент, который в тебя загружает. Ну, хорошо, вот вам сейчас 50, 60, вам 30 или 15, но никогда не поздно выбрать контент, который загружается в вас, потому что каждая секунда, каждая информация, которая в вас загружается, программирует вашу реальность. У нас запрещено в доме обсуждать новости. У нас там бывает когда-то там кто-то из людей, кто приходит, начинает обсуждать. Мы всегда очень тактично переходим на какую-то другую тему. Вот что я, что Сережа, у нас это не обсуждается. Это не нужно нам знать, понимаете? То есть, когда вы осознанно, вы осознанно убираете новости. Раньше жили в деревнях, и новости просто не знали. Ну, вот донес там кто-то, сосед рассказал, что Машка родила. Ну, порадовались. Или там Светка умерла. Ну, погрустили. А сейчас вы, получается, подключены ко всему горю и ко всей боли и всему-всему, что происходит в этом мире. Никогда не было такой психонагрузки на наш мозг, как сейчас, в век интернета. Мы это не выбирали. Оно в нас загружается каждую секунду. Мы смотрим эти ревсы просто бесконечно, ищем там дешевый дофамин, да. Ищем, ищем, ищем. Там нашли на одну секунду ревса, который нам понравился, дешевый дофамин, посмотрели. 50 просто всякого говна, который нас на всякое другое говно программирует. Супер! Вы взрослый человек, вы можете выбирать то, что вы смотрите. И, пожалуйста, это, кстати, знаете, не популярно. То есть все, что популярно, оно программирует нас на бедность, это все отношения, то, что вы вряд ли на самом деле хотите. Безмерное потребление алкоголя, на блядство, на все вот это. Потому что это продается хорошо. То есть что хорошо продается? Мясо, алкоголь, секс, похоть. Это лучше всего порно хорошо продается. Все, это классно продается, поэтому миру выгодно, чтобы у вас не было хороших отношений, чтобы вы там на порно смотрели. Миру выгодно, чтобы вам было грустно, потому что вы тогда алкоголем будете закидываться. Миру выгодно, чтобы у вас была депрессия, потому что вы тогда антидепрессанты будете покупать. Миру выгодно, чтобы у вас было все очень херово по женскому здоровью, потому что тогда вы будете там вот эти протезачаточные, пить гормоны, все дела, все. Фарм-индустрия, порно-индустрия, алкогольная индустрия, клап-индустрия, это зомби людей, это просто уже тела, знаете. Они потребляют контент, потом они потребляют алкоголь, коррелированный этим контентом, и потом они просто, ну, просто вот как бы доживают свои годы, как говорится, просто умирают. Вы работаете, чтобы заработать деньги, чтобы прокормить систему, чтобы потратить бабки на алкоголь и порно. Окей. Первое, что вы можете сделать сейчас прямо, это будет очень тяжело, просто вас будет ломать. Это самый большой наркотик. Вот эти новости смотреть, какие-то криминальные темы, вот это все. И еще, что интересно, новости создают фейковое ощущение вашей осведомленности. То есть вам кажется, что вы смотрите новости, и вы, ну, как будто, типа, вы чувствуете безопасность. Это самая большая ловушка мозга. Потому что, если вы смотрите новости, то вы чувствуете себя хуже, вы покупаете алкоголь, ну, и все дальше, да, понимаете. И если вы смотрите новости, это фейково вам кажется, что вы что-то контролируете. Это фейк. Вы ничего не контролируете. Вы можете контролировать только свою жизнь. Тем, что вы узнаете, что там кого-то посадили, вам легче от этого точно никак не станет. Вообще точно совершенно никак. Лучше консультацию юриста возьмите, чтобы вас не посадили, понимаете, а не новости смотреть. Хорошо, дальше. Первое мы убрали. Вам уже станет очень хорошо. Вас сначала поломает, но когда вы осознанно каждую секунду начинаете понимать, что я сейчас потребляю, какую информацию я сейчас забираю, что я сейчас, вообще, что мне сейчас говорят, это уже первое, это уже самое классное. Вы уже успешны. Это супер. Вы уже творите свои реальности. Потому что вы уже творите контент, который в вас загружается. Хорошо. Далее. Далее состояние. То есть, далее, когда мы убрали вот это вот голоса в голове, когда мы убрали вот этот беспокойный мозг, теперь начинаем управлять реальностью. Наши мечты и желания, вот то, что я хочу это, я хочу это, соответственно, это уже есть в какой-то нашей ветке вероятности. То есть, вспомнить мечту равно увидеть какой-то проблеск своей другой версии, своей другой вероятности. И дальше остается дело за малым. Просто понять, я на эту вероятность хочу, оно мне туда надо. Это как, например, я увидела, что я самый большой тусер. Но сразу давайте смотреть всю картину. Если я самый большой тусер, то, например, у меня нет здоровья в этой ветке вероятности, и у меня нет семьи в этой ветке вероятности. Или, например, я тусуюсь, но я, например, не пью алкоголь, и у меня там есть классные связи, нетворкинг, и я хороший бизнесмен. В вашем программировании реальности тусовка, она служит вашим путем к исполнению вашей мечты. Понимаете, да? Плохо ли пить алкоголь? Нет. И не плохо, и не хорошо. Зависит от вашей цели, зависит от вашего самопрограммирования. Потому что если я, например, пью алкоголь для того, чтобы наладить коннект с моими партнерами и сделать нетворкинг, то тогда как бы это соответствует цели моему самопрограммированию. Ничего не плохо и не хорошо, то коррелирует с вашим самопрограммированием. То есть, еще раз, да, нет как хорошо, как плохо. Вот у нас с мамой, например, был где-то года три назад разговор. Мне мама говорит, ты там, тебе надо делать вот так, так, так. Да, я думаю, у многих есть такая тема, что вас родители там чему-то учат. И мне как-то, как с незарения пришло. Я говорю, мам, смотри, какие твои ценности и цели в жизни? Мама говорит, я хочу, чтобы у меня все в жизни было спокойно. Я просто была со своей семьей, все стабильно, никакого риска, ничего не менялось. И еще в идеале, чтобы я была непопулярной, и вообще никто меня не обсуждал, не знал. Вот я хочу такой стабильной, хорошей, просто семейной жизни. Я говорю, мам, а какие мои цели? Она говорит, ну, ты любишь все нестабильно, ты любишь все новое, ты любишь популярность, чтобы ты была очень популярной, ты любишь много внимания. Я говорю, а теперь смотри, получается, те действия, которые ты мне говоришь делать, они никак меня не приведут к моим целям, потому что у тебя есть твой жизненный опыт, и твои действия, которые ты мне говоришь делать, приводят тебя к твоим жизненным целям. Но это не мои жизненные цели, соответственно, я в этом счастливой не буду. Мама говорит, действительно, это правда, я с тобой согласна. И с тех пор мама вообще совершенно по-другому, вообще какие-то мне дает советы, и никому не дает. Вообще в целом, да, бесплатные советы, они не имеют никакого смысла, потому что вы никогда не знаете, откуда человек пришел и куда человек идет. Вы видите какую-то маленькую вспышку вашей встречи, и она вообще, у вас нет никаких данных. И если вы считаете, что вы что-то знаете о человеке, вы вообще ничего о нем не знаете, потому что вы не знаете, какое его самопрограммирование, вы не знаете, куда он идет, вы не знаете, что он зачем делает. И очень важно каждую секунду своей жизни действовать из своего самопрограммирования. И вообще забейтесь на других людей, уберите, пожалуйста, внимание с других людей. Это самое важное. Это вот просто это вот важнее важного. Уберите внимание с других людей, только можно ставить внимание на своих клиентов, кому вы реально хотите помочь. Все. Которые деньги вам платят? Деньги. Платят деньги. Окей? Дальше. Когда мы вспомнили вот эту вещь, которую я очень сильно хочу. Это моя ветка вероятности. Как нам переключиться между ветками вероятности? Первое. Это нам нужно к ней подключиться. Я делаю это только в медитациях. Я не знаю, я думаю, невозможно никак это сделать, кроме медитации, потому что медитация управляет фокусом внимания. Забирайте медитацию, пожалуйста, бесплатную в комментариях, в которые вы сможете погрузиться и создать свою реальность. Пожалуйста, в комментариях бесплатная медитация. Попробуйте. И вот получается, вы в медитации, ну нет другого способа, ну как, можете в тишине, можете без аудио направления, как угодно. Я просто создала это аудиоупление, поэтому вам так будет легче. И вот вы закрываете глаза в медитации, и вы просто соединяетесь. Вот ваша задача получается по шкале вибраций выйти вот в эту вибрацию, где вы мировая звезда, или где вы самый популярный врач, или где вы счастливая мама двух ангелочков, или где вы желанная женщина, потрясающе суперклассная. И вот вы в эту ветку погружаетесь, подгружаетесь. Важно все детали посмотреть, все. Какая я здесь? Вот оно все, вот оно существует сейчас. Какая я здесь? Как тороплюсь ли я? Какие у меня мысли? Как я выгляжу? Какая у меня осанка? Какая у меня речь? Как вообще я себя в этом веду? Какие у меня реакции? Мы с этим соединяемся, да? Мы соединяемся вот с этой реальностью. И далее мы, когда открываем глаза, мы живем свою жизнь каждую секунду из этой реальности. Все, вам больше ничего не нужно. То есть я каждое свое действие делаю тем, что я Саша, мировая звезда. Я каждое свое действие делаю тем, что там у меня популярный блог в Инстаграме. То есть вот у меня, например, еще год назад было 500 тысяч подписчиков, и у меня были только линейные методы, как переместиться туда. То есть только я понимала, что можно закупать рекламу, но от рекламы приходит примерно 10 тысяч человек. Ну, как бы вот чтобы сделать там миллион подписчиков, это мне очень много времени надо. То есть вот это линейно. Нелинейно, это соединиться с Сашей, у которой у меня сейчас суммарная аудитория в Инстаграме 10 миллионов подписчиков. У меня 8 миллионов в американском, 2 миллиона в русском. Это нелинейно. Я до сих пор не понимаю, как я это сделала. То есть оно как просто... Я просто стала к этому готова. Я просто стала окружать себя такими людьми, у кого уже это есть. Я стала соединяться с этой вообще энергией. Я стала соединяться с этой энергией, а вот кто такая Саша, у которой там рилсы залетают на десятки, на 50 миллионов, на 40 миллионов. Я с этим состоянием, я из этого состояния делаю. Из этого состояния все работает. И получается, единственная задача, это понять, вот первое, это выбрать вообще ветку вероятности, а я куда вообще хочу. В этом система самопрограммирования моя работает, потому что вы каждое утро себе выписываете 10-20 вещей, и они не повторяются. Ну, то есть вы никуда не подглядываете, они могут повторяться. Как раз то, что повторяется, это и есть ваше основное, вообще то, что вы хотите. И получается, вы каждое утро выписываете 10-20 вещей, которые вы хотите просто вот из потока. Это значит, что на это сегодня выделяется энергия. Это значит, что это мы держим сегодня в своем фокусе. Значит, я сегодня вот такая. Я вот туда вот сегодня прихожу. Опять же, вот люди, кто там не знают, не могут определиться, а я кто, а я что. Ну, вот вы соединитесь, опять же, с этой там королевской энергией, да, вот вы желанная сексуальная женщина, да, вы богатая, у вас все хорошо, у вас там, у вас все есть, у вас вот все, вам ничего, вам не надо никому ничего доказывать. Вы вот просто есть своим существом, но вы соединитесь с этой богатой женщиной. У нее вообще есть хотя бы капелька вот этого какого-то сомнения, я не знаю там что, ой, подскажите мне, ой, дайте. Вот этого у нее нет вообще даже вот этой вот какой-то позиции, прошения, типа ой, а как, а я не знаю, а что. Этого вообще просто в принципе нет. То есть она знает, она знает, она верит, она в этом состоянии, она туда двигается, все, у нее вообще нету. И вот когда вы поймете, что какие-то ваши проявления, которые на самом деле вас тормозят, они не имеют ничего общего к той ветке вероятности, куда вы стремитесь, вы просто, вот вы как актер начинаете. Я мировая звезда, я так действую. Я каждый свой, ой, мне аж прямо сейчас, я сейчас заплачу. Я каждый свой рьюсток. Я просто тоже постоянно об этом забываю. То есть вы говорите, Саша, а где же тогда твой мировой хит? Я постоянно об этом забываю. Мне кажется, я для этого должна создавать эти видео просто каждую неделю, для того, чтобы напоминать вам и напоминать себе, что я каждую секунду должна быть в этом. И меня вышибает, меня там, я туда-сюда отвлекаюсь. Четкий фокус. Просто четкий фокус. Больше ничего. Я об этом, вот все, я в этом состоянии. Поэтому я делаю медитацию, ребята. Поэтому я утром делаю медитацию. Вообще, вот, я уверена, что если вот вы будете просто с этой мыслью жить, мысль, что я контролирую свою мысль, мысль, что я включаю слайд, который будет показывать мое кино. Какой мой слайд сейчас включен? Какой мой слайд показывает это кино? Что сейчас в этом слайде? И если вы посмотрите свой слайд, вы поймете, что там есть там какие-то страхи, шероховатости, какая-то неуверенность. У актера есть правило. Я, пока мотор, что съемки закончились, не прозвенел, я в роли. Я забыл слова, я там еще что-то сделал, вообще мне похрен, я в роли. И это главное правило артиста. Это главное правило профессионала. Все идет по плану. И вот пока не прозвенел мотор, сцена, кат, вы в роли. Забыли слова. На уверенности вы продолжаете играть свою роль. В жизни мотор, это когда вы получили уже, вот оно, на материи. И вот это самый ценный актер. И это самые ценные актеры в жизни. Потому что жизнь это фильм. Вы каждое утро встаете, вы делаете медитацию, пожалуйста, заберите медитацию, пожалуйста, вот я молю вас. Это моя миссия. Моя миссия вам напоминать, понимаете? Я, как строгий полицейский, по башке буду каждый день давать и говорить. Ты живешь в идеальную реальность? Ты сейчас живешь в идеальную реальность? А зачем? Для кого ты это делаешь? А для кого ты вот это все? Ой, я лучше себя предам. Для кого ты себя предам? Никому не нужны те, кто себя предает. Если вы там думаете, что вы на работе себя предали, это кто-то оценит всем похрен. Это сразу все, вы на дне, понимаете? Думаете, что это ваша жертвенность, хорошая стиль, что это кому-то надо, это никому не надо. Всем нужны уверенные в себе, верные себе люди. Я уверен в себе, значит, я верен в себе. Это значит, я знаю, как я хочу, и я в этой роли до конца. И вы, получается, каждый день заходите в эту роль, я поэтому делаю каждое утро медитацию. Я туда погружаюсь, я соединяюсь со своей Сашей. А то меня там отвлекли, то все, какие-то неудачи, не получается, все, я вылетела, все пока, я вылетела. И опять на какой-то своей стремной ветке вероятности. И вот если вы в этом фильме посмотрите, как было, там те, кто новенькие, они не могли попадать туда, куда они хотят, потому что они не могли справиться со своими страхами, со своими стремными мыслями, со своими вторичными выгодами, они не могли с этим справиться. Никогда нельзя оставаться, ребята. Ну, никогда нельзя. Вы играете до конца. Вы просто создаете свою реальность. Не для кого. Вы здесь один, вы приходите один, вы уходите один. Вы для себя играете роль. Главное. Вы главная роль. Поэтому вот я просыпаюсь, утром я делаю медитацию, я пишу самопрограммирование, я соединяюсь. И дальше я делаю все свои действия, каждое действие, четко. Сейчас делаю действие, чтобы миллион на ютюбе был. Потом пойду вокалом позанимаюсь. Потом пойду сниппеты запишу, чтобы блогером быть. Каждое мое действие, точно, все. Потом пойду слева поиграю, потому что семья моя большая ценность. Потом на свидание пойду с мужем, потому что семья моя большая ценность. Потом с друзьями пойду, вижу, друзья моя большая ценность. Если оно мне-то сейчас надо, может создаваться что-то другая ценность, у меня сейчас выше. Поэтому нету, как правильно вам действовать. Есть, как оно коррелировано с вашим самопрограммированием. На какую ветку хотите, то и делайте. Понимаете? И поэтому вот сейчас соедините со своей самопрограммированием. Сделайте, пожалуйста, медитацию. Перейдите, попробуйте. Каждую секунду управляйте своим вниманием. Вы главный для себя. Никто не придет, не спасет. В волшебном голубом вертолете не прилетит. Вы своим состоянием притягиваете все, что вы хотите. Вы можете во все двери зайти. Вы можете все посмотреть. Вы можете все попробовать. Вы можете наслаждаться этой жизнью каждую секунду, потому что вы создаете свои мечты сами. И в вашей миске уже есть реальности, потому что это просто квантовое поле. И вы можете открыть дверь и зайти в нее. И вот это мастер, самый большой мастер, который умеет точечно, четко брать состояние из любой двери. И когда берешь состояние, эта дверь перед тобой открывается. Я вас люблю. Вы крутые. Желаю вам прекрасного утра, прекрасного вечера, прекрасного лета, прекрасного настоящего момента. Если вы любите мой YouTube, напишите комментарий. Репост делайте еще. Я обожаю, когда вы делаете в Instagram тоже репост. Пока.